Израильским предпринимателям объяснили, как работать на территории Евразийского экономического союза, в чем его преимущества и перспективы. На конференции в Тель-Авиве собрались ведущие предприниматели страны. Что больше всего заинтересовало иностранных бизнесменов, расскажет Динара Бектурова. Что такое ЕАЭС, многие израильские бизнесмены знают. А вот как он работает и в чем его преимущество, услышали впервые. Адет Капитольник заинтересовался Казахстаном еще пару лет назад. Теперь его кампания про разработки альтернативных источников энергии будет участвовать в ЭКСПО-2017. Поэтому здесь, на конференции, он уже делится опытом с коллегами и на собственном примере показывает, инвестировать деньги стоит. Мы рассматриваем Казахстан как стратегического партнера и выделяем его среди остальных участников ЕАЭС. У вашей страны хорошие предпосылки к развитию и вести бизнес гораздо проще. Вот сегодня рассказывали о показателях рейтинга Doing Business. Думаю, многие заинтересуются после того, как узнали о ваших успехах. Заинтересовались действительно многие. В частности, бизнесмены предлагают свои инновационные разработки в сфере медицины, сельского хозяйства, IT-технологии, водосбережения. Многие уже имеют свои представительства в России. А потому Казахстану здесь интерес особый. Новый рынок, а значит, больше перспектив. Очень много интересных предложений, очень интересные пожелания, очень много вопросов задает бизнес Израиля. Поэтому я думаю, что учитывая их такую напорность, активность, я надеюсь, что в ближайшее время у нас найдутся точки соприкосновения и диалог с бизнесом израильской стороны. О том, что презентация ЕС прошла успешно, можно судить по многочисленным вопросам и предложениям. Если брать интерес к нашей стране, то израильские бизнесмены готовы инвестировать и увеличивать товарооборот между государствами, который сейчас составляет около 1 миллиарда долларов. Динара Бектурова, Сергей Услендер, Израиль.